давно не виделись и те кто меня не наблюдают на каналах могут меня конечно же отслеживать в моих группах это instagram facebook контакт twitter и можно было видеть что последние три месяца я довольно таки часто перемещалась по европе а в частности это была франция я узнала много новых мест это ница кан и монако и также я долго была на неделе высокой моды в париже главной неделе моды проходит у нас нью-йорк лондон на милан и париж как раз закрытие всех этих недель было и далее я посетила монпелье и вновь вернулась в париж то есть переездов меня было достаточно много последние три месяца было много покупок как вы знаете я не люблю делать видео о покупках я же долго собиралась духом пыталась вспомнить найти по всем шкафам что я все-таки купила какую-то часть я выкладывала на instagram можно было видеть покупки в итоге я собрала все что вспомнила и наверное самое нужное необходимое косметику я приняла решение больше не показывать и всякие уходовые средства тоже потому что сейчас на сегодняшний день я стараюсь свести к минимуму использование химических средств акцентируя внимание на натуральных на натуральном уходе и это в основном конечно же правильное питание самый главный уход за телом это хороший сон это спорт все-таки уход в первую очередь идет изнутри это всегда было моим кредо но также я пускалась какие-то там тяжкие до насмотревшись youtube покупала какие-то средства косметические теперь это все мне вот так вот лежит все это мне напоминает какой-то жуткий химоз мне хочется это взять всего так выбросить если я выпущу свою косметическую линию то я конечно максимально постараюсь сделать это полезным и наими с наименьшим использованием всяких ядохимикатов продолжим покупки первым нет маленькое предисловие я наверно уже говорила что в принципе ничего не может быть в жизни приятнее чем покупать платья в париже частности на шанс элизе это нечто такое от из кино это вот прям вот когда ты это делаешь ты потом ощущаешь себя как героиня какого-то фильма такого очень романтичного фильма очень такого с положительной концовка и затем все остальное время когда ты будешь носить эти платья они будут тебе доставлять неимоверное удовольствие я это уже делала продолжаю буду делать я имею ввиду покупать платья в париже последнее платье было куплено на шанс элизе в бутике роберто кавали эта линия роберто кавали класс у них есть несколько линий джаст кавали роберто кавали просто роберто кавали класс моя любимая линия наверное скажем так у меня уже есть тоже одно платье тоже красное золотом кстати говоря в этом сезоне очень модно золото это вы тоже уже видели мою серию про золото и здесь можно видеть совершенно скромный такой крой платье футляру для неонное миди прикрывающая даже коленки закрытой горловины ну лодочка вырез дату то есть грудь вся закрыта и главным акцентом такого секси стиля здесь является конечно отверстие и отделка вот такими золотыми кольцами то есть ручки просвечивают а внизу очень очень такое добротный подклад и в общем-то ноги даже не видно через эти кольца но если есть желание то можно не была идея укоротить этот подклад чтобы просвечивали ножки ну в общем я пока еще думаю над этим вариантом платье супер элегантная действительно класс 2 платье наверняка вы тоже смотрели уже в инстаграме это платье тоже шамп с элизе голубое небесно-голубое сейчас такой тренд все что связано с ретро либо 60-е 50-е 70-е ну 80-е тоже проскальзывает в общем все что было мода она всегда циклично всегда повторяется это платье трапеция такой стиль аля лолита я бы его назвала да то есть он такой прям девственный такой в одно время он очень скромный очень такой строгий в другое время очень невинный когда я его надеваю то я превращаюсь просто в такую тюймовочку юбка с баской все новое это хорошо забытое старое юбка насыщенного цвета лайм это супер я буду делать отдельную серию где я буду рассказывать как использовать такие юбки как и с чем их сочетать потому что в общем то довольно таки сложный предмет гардероба скажу я вам юбка из жесткой ткани в общем красивая юбка следующая юбка это мой шедевр это воплощение моей фантазии это мой дизайн это юбка из жаккардовой ткани из плотной внутри кстати тоже очень интересная ткань такая она прям имеет как плясировку и в принципе она могла бы быть двусторонней но сейчас в данном случае она используется на одной стороне юбка опять пятидесятые шестидесятые симбиоз синего очень моден этой весной и с черным перемешан юбка довольно таки универсальная потому что такой цвет позволяет сочетать с ней очень очень много комбинаций я буду показывать опять отдельную серию глубокие-глубокие складки юбка миди при этом это очень модная длина и на поясе отделкой из кружевного цветочного венка это было куплено очень и очень быстро так наспех я не мерила просто схватила в бутике заплатила и убежала вот такой вот свитшот сейчас тоже очень актуально но этот свитшот еще и более необычно то что она первых бежевого цвета любимого второе он имеет золотые заплатки причем они пришиты вручную это видно здесь такой стежок идет из шерстяной ленты кожа золотая и шерстяная бежевая лента прикрепляет его к рукаву значит очень еще интересный момент что свитшот укорочен спереди и линия не спадает назад к пояснице что очень красиво сочетается с платьем в обтяжку либо с какой-нибудь белой длинной рубашкой тоже будет серия очередной свитшот черный с люрексом цельнокровный цельнокройный рукав летучая мышь сейчас очень актуально укороченный мини платье свиттер это я его бы назвала ковер я называю такие росписи ковром мне напоминает опять золото с черным очень красивое сочетание очень очень универсальный я думаю что на русскую весну в общем-то незаменимая вещь мне даже здесь до сих пор комфортно здесь иногда бывает прохладно и я его очень часто использую уже вы тоже его видели в инстаграме я уверена это марка французская деби де бо кстати говоря единственная французская вещь нет не единственная но но одна из редких французских вещей которые мне удалось найти в ницце как ни странно когда ты приезжаешь в ниццу ты идешь по центральной улице и налево и направо ты можешь шопингнуть нормально в китайских и пакистанских магазинах где вся продукция изготовленная в китае в пакистане что очень печально хочется найти какие-то такие маленькие бутики чтобы не луи витон и феррагама и арме хочется найти какой-то дизайнерский маленький бутик ты во франции в конце концов я видела такие бутики в небольших городках в шабли где-то еще но вот в ницце мне почему-то не повстречались хочется купить что-то тоже по приемлемой цене не только там по областно словным ценам и вот этот свитер мне удалось купить дневницы простите мне его удалось купить в каннах вот нашла маленький бутик как раз то что я и хотела один из миллиона пожалуй ну это вообще очень смешно это нужно было мне обязательно привести в италию из монтелье я не знаю в россии есть или нет в заре эта коллекция но я очень неравнодушна как вы знаете к тартану проходя мимо в монтелье мимо магазина зара увидев на витрине цену 999 я просто зашла вот так вот его взяла для аутфита отдала 10 евро и ушла потому что такой прелесть такой рисунок просто нельзя не приобрести в свой гардероб может быть даже не носить но хотя бы сфотографироваться в нем платье действительно очень красивая платье имеет форму кокон широкие плечи и чуть заужена книзу широкие большие накладные карманы цельнокроеный рукав и любимый рисунок тартан но единственный минус несмотря на то что она все на подкладе но очень сильно колется почему-то это шляпа на лето из соломиного материала не знаю уж как он там точно называется покрытый золотом то есть прям тут такое напыление очень актуально шляпа в мужском стиле имеет три углубления посередине и сбоку чтобы удобно было снимать довольно таки широкие поля но не самые широкие которые возможны широкая черная лента с таким характерным для мужских шляп бантом сбоку но она является женской естественно сейчас очень модно такие шляпки в мужском стиле finally наконец-то мы дожили до тех времен когда шляпа перестала быть чем-то сверхъестественным люди не косятся на тебя как на инопланетянку и не считают что дизайнеры психанули или там у дизайнеров какой-то там кризис то есть сегодня все и вся практически спокойно носят шляпы слава богу хорошо что даже те кто ограничен в своем видении и восприятия стиля и себя позволяют приоткрывают дверки и могут нормально экспериментировать со своим стилем со своим гардеробом со своей одеждой еще одна шляпа армия лимонного нет лайма цвета лайма это к юбке конечно же и еще и еще вот такая любимая моя огромная шляпа фетровая бежевая с терракотовой ленты эта шляпа имеет форму мужской шляпы но главным показателем является уже такая женская лента с женским совершенно цветком такой необычный образ в этой шляпе я вам скажу я просто балдею честно сказать от нее также у нее три углубления посередине и сбоку два и довольно широкие поля вот так немножко спускаются вниз блуждая по нице в поисках чего-то интересного забрела в какие-то переулки и именно там для меня открылась интересная витрина которая была оформлена так манекены в париках в общем такой стиль был мулен руж стиль такой кабаре мне стало интересно я туда зашла и меня встретили две дамы приклонного возраста парижанки они из парижа и у них имеется этот бутик в котором продукция в частности аксессуары и одежда от двух евро до пяти тысяч до десяти тысяч то есть такой вот разновес гальяна и другие множественные дизайнеры что меня удивило я нашла для себя вот такой вот замечательный ремень из тонкой красной замши это дизайнерская вещи здесь грубая коричневая кожа этот ремень стоил ценник я уже оторвала 320 евро вот когда я на него наткнулась мне его предложили уже забрать за 20 евро я отказаться не смогла честно сказать еще одна интересная вещь я любитель подтяжек брюк завышенной талии и эта вещь конечно для party такие подтяжки дизайнерские для завышенных брючек либо юбки вот с таким бюстом ручная работа сейчас скажу кто симон азулай перис париджи шапочка шапочка такая шапочка была куплена шапочка 20 30 не пришлось ее взять потому что у бабушек не было сдачи 2 евро я не отказала также в себе в этом удовольствии тем более сейчас очень в моде ретро стиль и гулять по парижу или по нице в такой шапочке очень круто в нице все носят золотые диадемы не отказалась и я потом уже стала наблюдать что девушки в золотых диадемах щеголяют по нице по набережной сейчас очень модно я думаю что только начинается пока еще не видела в талии по крайней мере в париже уже встретила одну девушку в вельветовых очках мои очки солнечные с зеркальным таким стеклом вельвет здесь и матовые красные дужки чем чем удобно эти очки тем что их можно вот так повесить на шею для тех кто ненавидит их одевать на голову точно такие же я приобрела для антиблик для работы с компьютером и с каким-то гаджетами то есть вот такие очки и тоже синий вельвет здесь черные дужки я надеюсь что я показала все из того что сегодня собрала спасибо что провели со мной все это время буду рада видеть вас вновь в своих группах на instagram twitter facebook контакт и до новых встреч пока